Ребята, представляете... Компакт тут при чем? У нас... Тебя, что? Еще один трочер на компакта нашелся? Коснулся намного ранее, я уже скачивал эти ссылки с 2008 года. Синтуба, там, сниппедий, сраный скотч. Кстати, сколько у меня материалов и там сколько папок всяких. На любой случай. Так что, да, ребят, если это надо. Ссылки не нужны, нужны просто печатаемые материалы. Ну, я в основном не беру материалы из Раши Туде и там из Виша Свои. Нет, CNN, CNN, BBC, там, американский брат. Короче, тогда... Когда говорят, что именно армян-азабжавский комплект начался, якобы, там, в 1988 году Сумгаида, я вам доказываю, что нет, ребят, все началось намного раньше. То есть, в ноябре 1987 года. Понимаете, это было в Армении, если что? Где убили 12 человек и изгнали оттуда почти 25 тысяч азербайджан. После этого эти голые курсы Азербайджана, которых изгнали в ноябре 1987 года, приехали в Вакуусинной, начали также расправляться с армянами. Это все есть, это документально, все зафиксировано. Об этом даже писали в CNN. Публикация 87 года, ноября. Понимаете. А скажите, кто раньше появился? Армяне или... Еще раз. Еще раз. Зачем ты провокацией занимаешься? Разный вопрос задает. Пусть человек спросит. Да. Кто раньше вообще появился на этих землях? Армении или... Ну, я тебе скажу, если ты не знаешь, вот в советское время в Армении стоял памятник, да? Это монумент, то есть в 1978 году установили монумент в честь переселения 150-летия армян. То есть их начали завозить. Грибоедовы завозить начали после 1828 года. Есть такой пиклинчайский договор, кто не знает, это был раздел Азербайджана, Бельгоперсии и России. То есть северный Азербайджан отошел в Российской империи и России, а южный Азербайджан отошел в Персии. Если кто не знает, для информации скажу, что в влажном Азербайджане, то есть на армянной территории Ирана, проживает 40 миллион азербайджанцев. Кто не знает, может, кто не знает. Ты спрашиваешь, когда я тебе говорю, после 1828 года, после кирпичайского договора, первая партия была, по-моему, 25 тысяч армян. Это было переселение из Персии. Армяне-то жили между речью Ефрата и Тира. Это история, я говорю. Они на Кавказе вообще пришли, никакого отношения к Кавказу не имели до 1828 года. Но это как было. Можете посмотреть, если в Википедии или Британии... То есть армяне никакого отношения не имеют к армянскому царству? К армянскому царству? Уверли. А подожди, когда на Кавказе была армянская царство? Армянск? В 1885 год. Ну, если ты не в курсе, я тебе скажу, это вообще-то Анатолия. Нет, я не в курсе, я сейчас читаю в Википедии. Ты не в курсе, я тебе объясни, какая это Анатолия, знаешь, это современная царство? Да, объясни, я еще раз говорю, это территория Анатолия, это современная Турция. К Кавказу Армении никакого отношения не имеет. Это Ван, Карсу. Понимаешь, да? То, что они... А вы, а ты переселен в турецкий, блядь. Вот и вопросы закончились, понял, блядь? Теперь кто кого, блядь? Не матерись, Асала. Так, ладно, кто это спрашивает? А, Асала! Здоров, чувак, это мой старый коллега. Вас не так любим пободаться. Ну-ка, расскажи нам, что там? Слушай, вообще-то насчет переселений, если что, азербайджанцы, это тюркский народ, который уже в шестом веке имел огромное влияние в хазарском Каганале, если не знаешь. А хазарский народ, тюрки, что вы, что тюрки, одно и то же. Я и говорю, блядь, ты сейчас... Да, а кто спрашивает? Тюрки, азербайджанцы, это гражданское, то же самое, что сказать россияне. То же самое, азербайджанцы, это тюрки. Гражданство азербайджанское такое. Азербайджанцы называют азербайджанцы. Да, а этнические, это че? Это один язык, это один тот же народ, а кто с этим спорит? Как я тебе объясняю, что вот азербайджанцы, которые сегодня называют азербайджанцами, то есть этнические тюрки, которые проживают на территории Азербайджана, они еще в шестом веке жили на территориях хазарского Каганата, границы которых почти доходили до Урала. Скажи, может быть вы объединитесь с татарами российскими? Зачем объединяться? Татары у себя живут неплохо. Им просто надо дать независимость, вот и все. Они свободны, они чего-то у себя дома, ребята. Зачем объединяться? Зачем там какие-то лишние союзы? Все нормально. Каждый у себя дома, он большую часть. Ты сам знаешь, что у них есть такая идея про… Пантюркизм, если я им был уговаривающий. Пантюрки, да? Хотят… Типа… Разные многие. В России есть идея о расшизм, дальше что? Все этого придерживаются. На цизме. Поэтому турки должны просто так оставить. Теперь идеи свою идею, это все. Я об этом не говорю. Хорошо. Причем турки? Какое-то имеет отношение к переселенцам-армянам, которые грибоедов зовет. Вообще оттать, тем ушел. Если по теме, я чем сказать, если есть информация, это послушаю. Здравствуйте. Если нет, задавая вопросы, то есть, слушай меня. Что я тебе скажу. Или поеду убили в Тегеране в 1826 году? Нет, это несложно. У тебя под рукой есть, ну там, может два года вперед, это точно не помню. Нет, летом, летом, летом. Дела не в том, когда его убили. Да, да, как раз таки его убили и как бы… Ну, после этого Россия запросила, там просила половину Азербайджана, то есть, от реки Арац отошла Россия за убийство его посла Грибоедова. То есть, на этой почве Россия схапала, может сказать, половину Азербайджана. Еще в 1828 году. Ну, тогда, ну, если ты не понимаешь, тогда были ханства. Не было такого государства Республика Азербайджана, то же самое, что не было РСФСР, да. Были ханства, это Тюрстское ханство. Карабанское ханство было, Шекирское, Губининское, Бакинское ханство, да. Чтобы ты понимал. То есть, у них не было такого единого государства, да. Там были ханства. Опять-таки, Тюрстский хан. Слушай, ну, в территории Кавказа, за Кавказом, там проживало огромное количество народов. Огромное. Ну, а кто спорит с этим? Ну, а в основном, малый народ, да. Ну, не опровергаюсь, что там... Только они сейчас живут. На Кавказе очень много сейчас малых народов, да. Надеюсь, если его перечислять, то в первый раз услышите. Не вы туда пришли. Первый. У вас там права первого, но еще нету. Еще раз. Я помню, на Кавказе, будучи не раз на Кавказе, я слышал... То, что я слышал, что на Кавказе присутствует... Ну, порядка, плюс-минус 120 народов, народностей... Да. Если они больше. Да, да. Если не больше. Ну, там очень мало народов, да. Ну, как было дома в Дагестане, там порядка 80 народов. Да. Вот. Я говорю о том, что азербайзанцы не имеют права, именно как право первой ночи, но... потому что до этого проходили чью-либо ту зиму огромную почту. Слушай, опять-таки, смотря... Подожди, смотря от чего отталкиваться от такого исторического времени отталкиваются. Хорошо, да. Иллинское время, да? Иллинское время. Слушай, не было... Подожди, мы-то живем в 21 веке, понимаешь, есть законы, есть там разные... Подожди, про него убивает. Понимаешь? Настал 91-й год. Все 15 стран стали независимыми. И были рассчитаны, понятно, все границы. После 91-го, то есть с 92-го по 94-й год, Армения оккупировала 20% территории Азербайджана. Какие вопросы? Ну... Вопросы у тебя какие? Поэтому и спросил... Мировая общественность, ни одна страна в мире не признала оккупированной территорией Азербайджана. Даже сама Армения не признала по сей день. Это я тебе достану. Блин, Шеев, только ты почему не поводишь? Почему они это сделали? Вот чё ты бы односторонний лёд и тюрьмишь, блядь, в носке и скажи мне, а? Ну, если Армения признаёт, значит... Подожди, нет, во-первых, не мотивирует. Со мной спокойно. 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 Поправить. Еще полчаса продержитесь, ребята. Да, да. Если я... Если я что-то говорю не так, поправи. Кто-то в мире... Ты не много и не договариваешь, ты говоришь то, что тебе и будет. Я говорю, всё, как делаешь. Я совру. Если я совру, если тебе нациссы, я тебе нациссы даже, вам не правильно уражаться. Если я хоть раз совру, то я даю право перебить меня тут же и поправить. Окей? В чём я соврал? Кто-то в мире оккупированную территорию Азербайджана признал... Скажите, пожалуйста. Зачем так сделали с вами, скажи мне? Возник конфликт, почему ты людям говоришь? Нет, подождите, можно вопрос? Давай. Можно вопрос? А вот скажите, Америка открывала политическое убежище азербайджанцам? Азербайджанцам? Каким азербайджанцам? Какое политическое убежище? От кого? Ну как? Америка открыла политическое убежище в этих годах армянам. У меня знакомые уехали, да. Потому что им не давали жить азербайджанцы. Не, ну мы не понимаем, что в Америке какое влияние армянского убежище. А вот азербайджанцам давали политическое убежище? Аликса, был геноцид в Азербайджанском районе, где вас за одну ночь вырезали 600 человек. Да, он жил там. 70 детей, 70 детей. И 83 женщины. Может это было это? Да, был геноцид азербайджанцев в Азербайджанском. Почему? Вы зафиксировали. А? Я про армян говорю. Был каких армян? Ну, в 1912 году. Куда ушли эти Османские империи, ребята? Нет, я про 90-е говорю. Ну, расскажите мне про 90-е и 12 армян. Ну, вот он родился в Баку. Кто он? Ну, знакомый. Подождите, вас не было до этого? Ну, он арминий. Я тебе объясняю, Аликса, если тебе интересно, послушай. А я от него слышала, от его слеза на глазах. А мне плевать от него. В мире мало дураков, что ли. А среди армян тоже, которые хватает. Ну, конечно. Он вообще не был. Теперь я объясняю. Объясняю, что было в Баку и в Сумбреде. В 1987 году, в ноябре, в Армении, район Кафа, вырезали 12 Азербайджан. И изгнали от населения порядка 20 тысяч. После этого, блин, эти голые боссы, обескроенные, люди злые, да, злобленные, приехали в Баку и в Сумгаэте начали также расправляться с армянами в Баку. Где пострадали 13 армян. Понимаете, да? А в Сумгаэте пострадало 26 человек, то есть погибло, вернее, да? Из них было 19 армян и 7 азербайджанцев. Ну ладно, не будем совпадриваться. О каком геноциде вы говорите? Геноцид, когда за одну ночь вырезали 613 человек. МИЗОВО НАСЕЛЕНИЕ? Почему-то у вас вот подход однобойный. Ну, смотри. Просто в дело о том, что как бы... Я понимаю, что в Америке, что в России армянское влияние, лобби там, пресса, смейте ли, видели, куда не смотришь, Багдасарян, там, Кургинян, в России как будто все. Я понимаю влияние, но не настолько. Прям тут послепо верить в этот зомбо-ящик, блять, хватит вам его смотреть. Он боящик, я лично знаю человека, который уехал. Какого человека? Ну, конечно, армянин тебе будет так рассказывать. Ну, а как он тебе должен был рассказывать? Антисепаратин. Вот, кстати. Он вырезал поджалах азербайджанцев, он тебе это должен был рассказывать? Понятно, что он тебе рассказывает то, что его интересует, его интересует. Еще и приукрасил. Антисепаратин. Те же армяне, это мини-русские. Вот их так часто называют. Они очень нагло в руки. Их называют по-другому. Это буферная зона России или как циклипсы называют кто-то. Ну, где как, по-разному. Ну, и они очень хитрый народ. Ну, что, по-разному. Я думаю, на суть, кто так называет по-другому. Все вы пейли. Где вы были тогда армяне, были придурки? Очнитесь, блядь. Откройте нахуй, ваше господи. Слушай, ты вообще знаешь, что такого этноса армяне нет? Если нет, подожди, я тебя объясню. Ай, 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 блядь. Заткнись, я тебе сейчас буду объяснять, ты будешь меня слушать. Заткнись, блядь, ты где-то армянский, ты здесь, блядь. Есть, есть, есть. Заметьте его, пожалуйста, я хочу сказать. Он везет тебя неадекватно. Смотри, а что такое армянство? Армяне – это люди, которые относятся к армяно-грегорьянской церкви. Это вообще религиозное определение. То есть, ты, поэт, заткнись, не можешь заткнуть, а можно я это скажу потом? Сейчас он врет, я должен заткнуть. Заткни его на две минуты, и потом две минуты меня залетишу. Слушай, не промоксение. Пусть он заткнулся. Все это время я читаю про армян параллельно. И вот то, что он говорит антисепротивно, в принципе, оно сходится с тем, что... Я сейчас вам пополочечку объясню, ребят, если кому-то интересно. Да, да, интересно, продолжай. Ребят, армянство, еще раз говорю, это не этническое определение, это религиозная принадлежность. То есть, в армянскую церковь были вхожи тогда зоги, боши, мукши – это малые народы, ребята. Они, как бы, придерживаются григорянства. То есть, сегодня зоги, которые у них вообще другой язык, понимаете? Боши – это вообще цыгане, которые тоже были вхожи в армяно-грегорьянскую церковь. То есть, это армяне? Нет, конечно, другое это. А сами армяне – это вообще-то хай. Он такой этнос был, да, он тоже… Сколько? Хай. Это хай. Почему-то… Вы понимаете, что произошло? Считать, что вот сегодня, например, там, осетины взяли себе, как этническое самоназвание, Кавказ. То есть, не понимаешь, что Кавказ – это территориальное определение. То же самое, что Армения – это территориальное определение. Это не этническое. Сегодня осетины взяли себе на самоназвание «Кавказцы». И всю территорию Кавказа объявляют своими, как этнические Кавказцы. Или скандинавы, да, например. Норвежцы назовут себя скандинавым. И всю скандинавию назовут это норвежцы. Вы хотите сказать, что это все религиозные, которые… Вы хотите сказать, что это все религиозные? Я объясняю, что только армяне. Армяне – это религиозная признательность. То же самое может сказать, что славяне, да, например. Это же нет, правильно? Те самые армяне, которые живут в Армении, в сегодняшней Армении – это хаи. Вот малый народ такой хаи. Ну и сейчас… Дело в том, что он так же говорит… Просто вам надо тонко понимать эту грань. Вы просто эту грань не понимаете. А вам армяне лапшу вешают. Вы не разбираете столицы. А я знаю… Я не разбираю, но у нас тоже говорят, что украинцев не существуют, их выдували. Кто сказал, что не существует? У нас в России так говорят. Софии могут бывать. Олег, я только что почитал армянскую историю, это полный капец. Там эти тюркские племена друг друга выгоняли, наверное, раз в сто. Там такой капец, там реально не разберешься. Если рассматривать их как этническую группу, то вы где-то с ума просто. Зоги, Боши, Мокши, там такие народы вообще не слышали. Это все армяне считаются, только потому что они были… Я уже около сотни на счет. Один из этих этносов – это Хай. Это тот народ, который сегодня проживает в Армении. Он не ядер. Армянка, она говорит, что я не армянка, я ассирийка. Я говорю, Наташа, ты Киракосян фамилия? Да, Киракосян. Ты не армянка? Не армянка, я ассирийка. Ну, я армян. У меня знакомого, получается, он был лейтенантом в танковых войсках, это Дальний Восток. Ну, а, кстати, чудак играл в танки. Так смешно, он, получается, на контракте служил и на работе в танках, и потом приходит дома и играет в танки. Ну, фанат вообще. Так он рассказывал, у него было два солдата, два армяна. И один белый, а другой черный. И он говорит, белые и черные армяне, они вроде и тот, и тот армянин себя так называют, но они так постоянно дрались. А он говорит, его за синяки солдатов наказывают. Ну, там же высшестоящее руководство не разбирается, почему у солдата синяки, что они между собой дрались. Он одного закрыл в подвале, там, или где-то, чтобы второй не избил его. И тот сидел под подвалом, хотел забить второго армянина, потому что тот белый, а тот черный армянин. Я вам больше скажу, например, западные армяне говорят практически на разных языках, на разных армянских, чем восточные армяне, которые живут в Ереване. Они друг друга не понимают. Вы понимаете, что это настолько вот уже, ну, в тот век, что, ну, в этом веке нужно как-то жить более цивилизованно. Да, я думаю, да, в 21 веке нельзя быть оккупантами. Это не средние века, ребята, это уже прошли. Это не время Чингисхана, да, что там пройти из бред поросилов. Но, видите, для такого конфликта люди уезжают в другую страну. А, там же есть такая тема. Ну, потому что Родина не принимает, понимаете, они там пришли, они там себя не чувствуют на Родине. Но Родина у него была в Баку. Да, именно Родина у него была в Баку. Да, но не на Горный Карабах. Из-за этого конфликта ему, бедному тоже пришлось уехать. Ну, потому что он был православный, а не мусульман. Да, причем тут православный разговор, тут не религиозный, а протехнический. Армяно-азербайджанский, причем тут православный? В России сейчас проживают 130 тысяч людей. И сейчас проживают в Азербайджане. Нормально, никаких проблем. В России и в Азербайджане, я вам больше скажу, проживают не мотокает на группам, как Малакани, которые в свое время изгнала Екатерина за то, что они были старовецами, а азербайджанных люди. Есть отдельная деревня Ифантовка, кто не знает. Кто-то к нам в Армении есть, что ты хочешь этим сказать? Да ради Бога, я сейчас не про это. То есть, что хочу делать? А мы сейчас про свою историю отдельно про это. Сам Романов, сам сочинник, сам рассказал. В архивах? В моих архивах? Нет, 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 нет. В османских архивах. В османских архивах 12-го года под герешки с населения и книжки армян проживало 900 тысяч. Но как так получилось? Армяне говорят, что в 15-м году только полтора миллиона вырезали и столько же спасли. Ну что, вообще, идиоты, там всего 900 тысяч живут. Алик, послушай, сейчас правилом хорошего тона было бы предоставить слово Ассале. Ты же говорил две минуты, Ассала тебе есть? Не нужно комментировать, я вам серьезно говорю. Я тебя послушаю. Есть, наверное, знание всего, что он говорит. Вот вы можете проверить, кто кому чину доверяет. И зайдите, посмотрите. Совпадает, как вот товарищ мой недавно говорил, там какие-то вещи. В армян вообще не григорианская вера. Кто это сказал? Где он это прочитал? Не понимаю. А армяне? Не армяна григорианская? Апостолская. От апостолов мы идем, понимаешь? Это наш первая вообще религия на планете. Ты далеко даже от своей религии. Я знаю. Я смотрю. Армяна григорианская. Григорианская. Где это написано? Еще раз спрашиваю, блядь. Армяна григорианская. В твоих азербайджанских источниках мне... Википедию открой. Прогугли хотя бы, блядь. Ну как слуга тебя учит. Вот, вот, открой ты википедию. И шо я буду, блядь, проверять-то мне, блядь. Нет, нахуй не надо. Я-то знаю, что за вера мне. Религия моя называется. Встать, включить вон там. Очень свет, поискать. Чтоб тебя отправить. Сам не можешь, да? Ты не понимаешь. От тебя я должен это все сделать. Да, ребят, насчет гранатства. И почему это произошло? Вопрос. Так как, когда была русско-кулетская война, армяне отданы Османской империи, да? Они отдали Османскую империю, государство в котором жили долго, 500 лет почти. Перемедлинулись на сторону России. Вследствие чего, их просто начали депортировать массово. И так как депортация проходила январь-февраль 15-го года, зима, многие там армяне просто чисто не зашли до пункта назначения. Погибли переселения. Погибло 350 тысяч. Вот это официальные цифры, это все есть в архивах Османской империи. До одного человека там жили. Сколько было переселено, сколько всего было. Да это понятно, что армяне спекулируют на этой теме. Еще я вам больше скажу. В 2011 году, когда был премьер Ардаган, МИД Армении сказал Асканян. Ребята, давайте откроем наши архивы. Пригласим третью сторону. Америку, Британию, Францию, Германию. Кто хочет участвовать в этом? Давайте расследуем. Если был в 12, мы готовы признать. Понимаешь? Армения отказалась открыть свои архивы. Почему? Почему вы отказываетесь открыть свои архивы? Алло, Армяне. А? А? Асала. Почему, как ты думаешь? Потому что вот этот фей просто развалится. Потому что ты пиздец. Ну я пишу хорошо, Асканян тоже пиздец. И Асканян твой, которого ты придумал, тоже пиздец. Твой, твой, твой. А с чем ты рассказываешь когда-то, Вася, Петя, какую-то сумму. Перейти на ссылку. Я тебе скинул ссылку, бля, в Википеде. Наги ты мне одно брехолянское слово. Чуть. Слово потом. 12 год. Звучный человек, блядь, расскажет байки какие-то, блядь, которые тебе во дворе рассказали, блядь. А, Раджур, расскажи, я тебя послушаю, свою байку. Можно? А почему католикоз? Не католикоз? Не патриарх, не апостол. Не апостол. Так ты говоришь. Я тебе еще раз говорю, если в твоем, наверное, не знаю, которую возглавляет католикоз. Это твои проблемы католикоз. 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 И католикоз. 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 Секундочку. Я вас перебил. У меня несколько вопросов. Нет, сейчас у меня несколько вопросов. Вот смотрите. И Армения, и Азербайджан входят в АДКБ, да? Вроде бы как в одном блоке. Азербайджан не будет. Чай, тогда вопрос. Старший брат кого ты называешь? Россию? Турция. Турция. Которому вы так сильно стремитесь прижаться. Быстро прям сильно-сильно прижаться. А при чем тут Турция вообще? Потому что вы без Турции, вас нету. Вы то же самое, что Турция. Вы маленький. Очнись, блядь. В твоей псевдо-независимой Армении вообще-то 102-я военная российская база. Да, да, да. И после этого ты говоришь, какое-то влияние Турции в Азербайджане? Но у нас тут турецкие войска не стоят, блядь, в Кемли, как у вас, русские. Потому что, блядь, вы... Наш граница не защищает русские пацаны, блядь. Потому что мы не нападаем, мы защищаемся. Чтобы, блядь, в нас стоять. А кто оккупировал Нагорный Карабах? Нагорный Карабах был и будет армянским. Я еще раз говорю. Ребята, армяне в одном согласен, что они оккупировали Азербайджане всегда армянским. Они оккупировали это за счет российских войск. Это был 366-й мотострелковый. Освободили из территории, блядь. Освободили, блядь, от кого, блядь. Давай тебя послушаем, Сава. В чем проблема? Ты поменял. Я могу тоже тебе играть. Я же тебе из-за нас говорил, что ты меня-то будешь... Аргументов нет. Я хочу тебе рассказывать. Зайди в источники, которым ты доверяешь, и посмотри, как ли это на самом деле. Я сам рассказываю. Если есть, Валерий, у тебя аргументы, опровергнуть, я тебя выслушаю ради Бога. Я тебе в ссылку спинул. Зайди хотя бы и узнай про мою веру. Ты даже вопрос задали, почему католикоз, а не апостол? Как ты говоришь, апостольская. Я ответил, только ты ничего не услышишь. Отмечай, отмечай. У тебя буквы «Ж» в твоем алфавите не существует. И что, это кардинально что-то меняет? Да, ну, конечно. Нет, потому что я тебя был сгназбором. Ты имеешь слово «католик», это ты понимаешь, потому что это звучит так слово, блядь. Тебе не могут сказать католикозы, понимаешь? Я понял. Легким движением. Алик, ты можешь помолчать? Почему ты тоже комментируешь-то, а? Потому что он видит то, что я могу вот сейчас, блядь, доказать, что он пиздит. Поэтому мне приходится перевивать. Блядь, сука, ты мне объясни. Какая-то одна буква может поменять слово «католикоз», блядь, в апостол, блядь, иди. Я тебе говорю, что это слово «католикоз» никак не связано, пока с картонниками. Я выводишь, блядь. Я тебе говорю, что католика не связано, но что Григориевская церковь отличается от обычной православной. Грузинской, украинской. Нам много сильно отличается. Это не Григорианская, в армян нет Григорианской церкви. Григорианская церковь так не называется. Христианская, Григорианская. Вы, там, в каком-то году, они все-таки начали. Григорианская церковь, блядь, еще раз говорю, блядь, ты вообще дебют в свою религию, не знаешь даже. О чем с тобой говорить. Армян – Григорианская церковь. Скайуокер, ты тут что за хуйня вот это? Чего он мне вот сейчас? Я ему ссылку скинул, после этого он меня оскорбляет. Хуйня, блядь. Да, да, вы оба, оба оскорбляешь. Асуна, ты первый начал. Сколько раз ты сидишь, тут материшься и оскорбляешь? Сколько раз тебе еще замечания делать? Какие у тебя препензии, а? Провоцируешь сидишь. Асуна, еще раз говорю. Просто они подружки прогнули, все-таки на лейболке, никто не спорит это. Блядь, ну Димаш, ну ты-то не здесь еще, ты где? Чак, Чак, ты смотрел, что в этом, при Азове или как его, при Аморье случилось с выборами? Сейчас меня мало чего волнует. Так, ладно, шалак, пать. Вы сняли одного. Ни одного, ни одного. Скай, ни одного. Еще несколько? Да, не несколько. Вышла эта, да, вышла эта тетка, которая главная, и говорит, я не заинтересована, чтоб они двое участвовали в выборах. Мало того, что если такой типа слуг пошел, там же, чтобы получить мандат на выборы, требуется пройти региональный фильтр.